Проект Нива К сожалению, единственное, что смог сделать Александр Потапов на Ниве в 2017 году Это создать супер интригу, которая держала нас в напряжении до последних минут Александр Потапов, Алексей Кузьмич, город Москва Та самая Нива, о которой мы вам столько много говорили, команда Супротек Рейсин У меня к тебе один единственный вопрос Станет ли Саша Потапов чемпионом Рейдспорта по итогам этого года? Конечно, мы в него верим Надеюсь, очень надеюсь, что Александр Потапов приедет первый Это честно? Конечно Посмотри в мои глаза, разве они могут врать? Конечно Вы что, сомневаетесь в команде? Я нет Ну как так? Изначально у вас подход неправильный, не надо подойти было искать Потапов станет чемпионом Да все что ли В 2016-м Нива ввязалась в борьбу за медали чемпионата прямо в середине сезона Скажем честно, не слишком удачно Но в начале 2017 года за Ниву взялась опытная команда механиков в голове с Борисом Гадасиным Первым, что они сделали, это поменяли движок А вы верите, что Нива будет первой? Несомненно Вы можете спросить любого из команд То есть она полностью готова к тому, чтобы на этом этапе, в этом сезоне стать полным чемпионом То есть не в Т1, конечно, но в свой класс она точно должна заехать Я скажу больше, Нива уже чемпион Нельзя сказать, что сезон прошел гладко Проблемы выскакивали то тут, то там Но при этом к последнему этапу Нива пришла в шестерке, которая претендует на чемпионство Целых пять конкурентов Что? Да ничего Минус один Минус один Мне вчера Алексей сказал, что у Нива валит просто и все устранено Чтоб ты не плакал, должен был что-то Это был вчера Сегодня другая ситуация Как думаете, конкуренты побаиваются Ниву? Вот порыть, портуются Или вообще всерьез не воспринимают? Это надо спросить у конкурентов Сейчас спрошу Я думаю, что нет Ну если Дубин на насос, хвать Не хорошо смеяться над чужой бедой Ну опасаетесь? Потаповы верим В Ниву не очень Ну ты веришь? Я верю в Александра Потапова Потапов может А в Ниву? Это сложнее Мы тут ходим по лагерю Всех достаем одним и тем же вопросом Станешь ли ты чемпионом 2017 года в Рейдспорте? Все, кроме команды Гастрейдспорт, уверены, что ты чемпион Не, я не встану Просто Гастрейдспорт знает, что у меня машина не заводится А остальные нет А остальные нет И прямо здесь, и прямо сейчас выяснится, успешный это для нее сезон или нет Потапов выиграет в Рейдспорт Ты уверен? Конечно По секрету можно сказать, мне его только что с толкача заводили Ну, это одно не мешает другому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому В него верит вся страна Вообще, у него нет другого варианта, как стать чемпионом Все зависит от Александра Но Александр, я знаю, настроен по-боевому и готов ехать просто вовсю дырку Приезжай в недороге, к пусту и слева, взаиме левая дверь Ему нужно будет, конечно, просто взять запас по ходу То есть ехать чуть-чуть медленнее, чем как бы он может И тогда у него все будет хорошо Там пять конкурентов ему нужно объезжать Там, представьте, шесть экипажей, все претендуют на первый везет Эти гонки показывают, что тут В отличие от саратовских гонки нельзя сравнить Но саратовский там бей-беги Нажал нога-то и фигач Здесь совсем другая ситуация Потапов станет чемпионом Не знаю, какого зачета, когда, в каком году Но он обязательно станет чемпионом Потапов не может не стать чемпионом Как я могу в него не верить? Во-первых, мы с ним практически молочные братья Потому что нас варили вместе в одной духовке Очень долго Так, сейчас точка на 10 часов Она открыта В принципе, ищи любую траекторию, чтобы не сесть только 300 метров до точки чуть правит 200 метров до точки 100 метров Субтитры добавил DimaTorzok Но я буду болеть за Кострюкова Хотя мне Саша Потапов очень симпатичен И как бы Леха Кузьмич тоже человек Который я люблю, уважаю ценю Я его уважаю, как гонщика И несмотря на то, что он часто ворчит Все это прекрасно знают Тем не менее, в критический момент он может собраться И на этой злости, собственно говоря, выезжает То есть важно, что машина не подвела Но как бы в Кузьмиче, Лешке, я уверен Там, слава Богу, я его знаю очень давно Не, ну хочется, конечно, проехать быстрее, чем может Ну, посмотрим, ничего страшного Завтра день Сегодня так, прикатались Отсутствие блокировки переднего привода в песках тяжеловато Пришлось брать ходом И как бы там, три раза копались Наверное, минут 25 потеряли Там у нас беда какая Раздатка, она почти сразу Кедров 30 со старта То есть передний привод ушел Очень быстро Не могу понять, почему Потому что шли мы как бы, ну Без фанатизма в тот период Вот, и поэтому что-то А блокировка у нас не стоит, я так понимаю На редукторе На редукторе стоит блокировка однозначно Толкали, допустим, да Одно колесо, получается, крутится сзади, и все А второе не крутится Даже когда ты на сантраке хочешь заехать Ну нормально, на самом деле Мы где-то 30 посидели Получается Вы застряли, да? В три раза садились Но точки мы все взяли Ага Точки мы взяли все А братья приехали где-то минут 10, может, меньше То есть мы отыграли минут 20 Но, как бы, машину по***ли, скорее всего Потому что прыгали там просто как-то терпевшие Я понял, что это было То есть у нас, в принципе, шансы есть Главное собрать Все, 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 все Будем стараться А чего вы здесь снимаете, затрахали? Все, передний мост, все, передние Между прочим, в какой-то момент Потапов сегодня проигрывал гораздо больше, чем 19 минут И доказал, что в один день гонки Можно отыграть это время Так что вся борьба будет завтра Доброта А? А мы слабо Чтобы стать чемпионом России 2017 года Александру Потапову нужно всего лишь на финальном спецучастке Отыграть 18 минут у Александра Кострукова И 14 минут у его брата Михаила Нам продолжать проект Нива? Или вообще закрыть нахер? Да не ясно, а с кем сорноваться-то в классе Это очень интересно Интересно? Даже следим за вашими дневниками Выпусками И как? Красиво Ну, интересно, посмотрите все Конечно, ну как без Нивушки? Ну что вы? Уже ралли-рейда не представить Как вы без Нивы ездили раньше? У меня вопрос Плохо Сами расстраиваемся Это невероятно Но судя по онлайн-мониторингу Саша Потапов только что обошел Газель И теперь, чтобы стать чемпионом рейд-спорта 2017 года Ему нужно оторваться от нее хотя бы на 6 минут Мы все ждем Сашу на финише Давай, Саша, жми Мы верим в тебя Что-то она у нее постоянно ломается Ломается Да, это да Есть такая проблема Ну слушайте Вот если, не дай бог, она опять сломается Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу И займет он 6 место Стоит продолжать этот проект в следующем году Или нафиг металлоломы И что-нибудь новое начинать Да Вам интересно было бы Круг выдать или нет? С кем же мы будем гоняться Чемпионом рейд-спор 2017 Становится Михаил Коструков Он прибыл Мы очень рады за ульяновских ребят А Александр Потапов до сих пор на трассе Ну как он бился до последнего Стоит ли в следующем году продолжать проект Нива? Конечно, стоит То есть бухивать еще деньги? Ну, надо просто грамотно вбухивать С железом, с железом надо работать То есть надо просто от гонки к гонке оттачивать эту конструкцию Проект Нива интересен сам по себе Без привязки сейчас, допустим, к какой-то команде Потому что это новое дыхание в автомобиле В национальный класс какой-то То есть поддержка на новом уровне Но мне, честно говоря, не хотелось бы, чтобы этот проект останавливался Чтобы он умирал Потому что, повторюсь, он очень интересен И с технической точки зрения И он очень интересен людям, болельщикам Про Ниву спрашивают Про нее в любом материале, если есть заголовки Нива Фотографии или какие-то упоминания То материал читается куда лучше Мы смотрим просто по статистике Это объективные показатели Это не выдумки Я просто, когда стою в каком-нибудь броде И проезжает какая-то отечественная техника Я вижу одну реакцию собравшихся местных жителей А когда проезжает другая техника Иностранная техника Они вызывают таких эмоций И гораздо, ну, очень сильно отличаются эмоции людей Поэтому, конечно, только отечественный автопром Нет, нет, проект должен жить Я считаю, стоит Ее надо усовершенствовать И стоит продолжать проект, безусловно Конечно, стоит Конечно, нужно добиваться до победы Идти всегда, как бы, чего бы это ни стоило Так, наверное, Нива ломается все-таки А что? Ну, комплектующая Они же не от Нивы Ну, не от Нивы, да Может быть, так Если будет другая машина А комплектующие будут так же ломаться Так а какая разница, тогда что ломаться То есть нам придется проект Нивы продолжать Я думаю, что, наверное, да Но он вообще интересен, например, тебе? Да Я бы прокатился, наверное А что, не дают? За рулем Извини, Потап Слушай, мы еще спрашиваем у людей Продолжать ли проект Нивы в следующем году Конечно, конечно И ты согласен продолжить это делать? Нет, нет Я считаю, что жертва должна быть новая Неопытная такая, которая верит людям Даже женщинам Я не побоюсь этого слова Похожа на меня Ты не веришь женщинам? Я вообще не верю Я сказала, вы спросили, верю ли я в Потапов Я ответила, да, я верю Что я еще должна сказать? Проект Нивы Закрывать или продолжать? Конечно, продолжать Только денег грохот Ну Потапов только что не хочет Сказал, что не хочет Сказал, что не хочет Сказал, что не хочет Ехать, ищите приемника Ты готова сесть? Нет Сесть нет За руль Нет Кандидаты есть? Кандидаты? На роль приемника Ну, в принципе, ты бы подошел Ты так очень тоже неплохо выглядишь в кадре Ага Давай, мужик, я тебе верю Давай У меня болит спина Так это только начало Потом начнет болеть все Душа, ноги, сердце Проект Нива К сожалению, единственное, что смог сделать Александр Потапов на Ниве в 2017 году Это создать суперинтригу Которая держала нас в напряжении до последних минут И вот именно в тот самый момент, когда в чудо поверили, мне кажется, все, даже его прямые конкуренты Нива встала Последние два дня я спрашивал у всех подряд Продолжать ли нам проект Нива в следующем году, если Потапов не выиграет в этом Теперь я хочу обратиться к вам, дорогие подписчики Напишите, пожалуйста, в комментарии, стоит ли нам продолжать проект Нива в 2018 году И если стоит, то объясните, пожалуйста, почему Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok